...против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести? От всей души, с вниманием. Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Сам дрянь дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, её членом. Всё то, что совершает человек против совести, против заповеди – всё это наказывает человека. Злостные деяния, совершённые внутри меня, вы слышите? Это же духовный акт. Я ему ничего не сделал, тому человеку, которого я обругал и осудил. Внутри меня это произошло, это зло. Я себе вонзил такую занозу. Только держись. Я страдаю. Я себя наказываю. Ну, вы слышали, на какую тему, да, Осипа, про счёт лекции? Нет. Нет? И я не слыхал. Ну, тогда что ж, давайте помолчим, посидим, правда? И будем про себя читать молитву Иисусову. Полтора часика посидим, и слава тебе, Господи, как хорошо будет, правда? А что же ещё? Говорят, что молитва – это самое-самое нужное и необходимое для каждого христианина дело. Но, говорят и другое, что уже давным-давно молитвы нет. Как нет? Как нет? Смотрите, сколько служб совершаются, да каких торжественных даже служб. Да, а кто служит ещё? Пока узнаешь, кто там служит. А народу-то сколько? А мыслей-то сколько? А когда подходишь исповедоваться, так спрашиваешь – вычитал? Молитву – вычитал. Меня никто не спрашивает, помолился или нет. Главное – вычитать, главное – послушать, правда? Поглазеть, посмотреть. Интересно, а кто молится? Есть молятся? Есть молятся. Когда? Когда несчастье какое-нибудь. Какая-нибудь беда. О, вот здесь я помолюсь. Когда дочка что-то не то, сын не то, муж не то, жена не то. Да, вот тут я помолюсь. Или мощи, например, привезли. О чём я буду молиться? Ну, о чём? Если привезли какие-нибудь. Ясно, какая-нибудь беда у меня, об этом помолюсь. А чтобы кто-нибудь помолился, там, святитель Лёдич Николая, помоги мне избавиться от зависти. Вы скажете, что такое, с ума сошёл? Зачем к мощам-то пришёл? Так кто же это молится? Помоги избавиться от зависти. Неслыханное дело в православном мире. Вот у меня печёнка, вот, молит святителю, помоги мне. У меня селезёнка водка вся, не знаю, что делать. А муж запил – это другое дело. Это я помолюсь. От зависти избавиться? Или от тщеславия? Ну, что вы! Я что, не православный, что ли? Правда, интересно. Ой, как интересно! А что это такое помолиться? Что это такое помолиться? Это интересно. Ну, вот молитвенник есть, ну, читай. Ну, а как читать? Ну, вот, если у меня несчастье, кому молиться? Если дом надо, квартиру надо? Спиридону Тримифунцкому, что вы, не знаете, разве? От пьянства что нужно? Неупиваемые чаши, конечно. И не вздумайте помолиться перед другой иконой поживателя. Это ясно, не поможет же, правда же? Мы же православные. Мы все знаем. Да, раньше лошадей имели. Лошадка заболела. Кому молиться? Ну, Георгию, конечно, победоносцу. А кому же еще? Разве не понятно? Надо знать, кому молиться, какую молитву вычитать, да где. Вот и всё. Это называется, знаете как? Как всё это называется? Язычество. Как язычество? Я же молюсь святым угодникам Божьей Матери, Христу молюсь. О чём молюсь? Дай мне, Господи, благо на земле. И человек, который не верит ни в какую вечную жизнь, и которому никакого Бога-то, в общем-то, не нужно, кроме земного благополучия, он только об этом и молится. А вот о том, чтобы помолиться, как мне, от тщеславия избавиться? А что тут особенного тщеславия? Ну, слушайте, ну смешно даже говорить. Ну, тщеславия. Ну, подумаешь. Вот именно, подумаешь ли, от осуждения избавиться? Да кто же об этом будет молиться? Мы православные, мы молимся только о том, чтобы нам благополучно было в этой жизни. Избавиться от болезней, от несчастья, от неприятностей. То есть, то, чем жило язычество всю историю, пока не пришёл Христос. И вдруг Он говорит странные какие-то вещи, блаженные, чистые сердцем. И говорит, что нельзя лукавить, нельзя обманывать, нельзя лицемерить, нельзя притворяться, нельзя лгать. Говорит, вот о чём нужно молиться. И как молиться? У язычества было очень всё ясно. Нужно знать, какую молитву прочитать и какому Богу. И всё в порядке. В православии, оказывается, в православии, сказали, молитва без внимания – не молитва, она пустословие, она есть ничто иное, как душевредное, оскорбительное для Бога. Вы слышите? Празнословие. Молитвы без внимания. Без внимания. То есть, когда я вычитываю или выслушиваю без всякого внимания, оказывает душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Это слова, не подумайте, что это мои. Я сам ничего не знаю. Это слова святителя Игнатия Вринчанинова, который предупреждает. Учтите! Молитва, кажется, хорошее дело. Но смотрите! Огонь – хорошее дело. Тепло – хорошее дело. Но нужно правильно пользоваться этим огнём. Неправильно будет – и сожжёшь свой дом. А как же без огня? Куда же денешься? Такая молитва, оказывается, без внимания – это, кажется, пустословие, да ещё оскорбительное для Бога, да ещё даже душевредное. А знаете, почему душевредное? Почему? Потому что слава тебе, Господи, я помолился. А на самом деле и не молился. К одному святому подошёл один человек и говорит – у меня непрестанная молитва. А знаете, что ответил этот святой ему? Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Тот так и осел. Так и осел. А уж каждый тараторит, тараторит, прям непрерывно тараторит. Как другие привыкают к руганье. А верно. Например, возьмите индуизм. Так там, вы знаете, есть так называемые мантры. Это особые слова, которые часто или на палийском языке, языке из пали, или санскритском, которые вы даже подчас и не знают. Значение этих слов. Но важно их произносить. Если вы будете их произносить много-много раз, то вы можете, знаете, достичь состояния, ну, в буддизме называется нирваной, например, то есть особого экстатического состояния. Язычники так говорят. Повторяя много раз, не зная никакого смысла даже и не придавая никакого смысла. Главное – повторять. А оказывается, в православии, если ты молишься без внимания, ты же обращаешься к никому-нибудь, а к самому Богу. К самому Богу обращаешься. То вы получите, сами понимаете, что... А если непонятно, пойдите к какому-нибудь высокому начальнику и подойдите к нему и начните что-нибудь болтать, траторить. Он скажет, вы зачем пришли? Вы зачем пришли? Дверь видите? Идите туда. Вот, оказывается, молитва-то. Молитва, если без внимания, это, оказывается, уже не молитва, а язычество. А если ещё молитва без покаяния, а когда мы просим о таких вещах, о которых просят все язычники, только и просим о том, чтобы нам было здесь вот это вот хорошо, то в таком случае опять святые предупреждают. Смотрите, не оскорбите Бога! Если вы к высокому начальнику придёте, скажете, мне вот тут один шуруп нужен, вот, у меня нет. Может, вы сейчас походат, чтобы мне, может, дали этот шуруп? Он скажет, вы что, с ума сошли? У вас-то некому обратиться? Я говорю, что вы что делаете? Вон отсюда! Святой Исаак Сирин так и писал. Тот, кто усиленно просит об этих земных вещах Бога, тот равносилен человеку, который просит гноя у царя. Что от этого бывает, знаете, тут же на плаху за оскорбление. Видите, какие вещи связанные с нашей верой, с нашей религией. А вот возьмите храм, например. Как важно, как важно знать всё-таки, что в храме, как я должен себя вести, на что я должен всё-таки ориентироваться, что делать. Ведь даже подчас этого не знают. И знаете, раньше, ну, это до революции, там мужчины стояли справа, женщины слева. Приходит муж с женой, тут же расходится. Уж не говорю, тем более молодой человек с девушкой, что-то ясно расходится. Никто за ручку не держится. Потому что, чтобы не мешать друг другу, это действительно мешает. Это прекрасно понимали. Ну, ещё бы. Молодые люди стоят, парни, девушки. Ясно, как тут не толкнули в бок? Или ещё что-нибудь такое не сказануть. Разойдитесь пока. Вы здесь пришли для других целей. В храме как стояли. Или, например, стоим в храме, богослужение, друг протискивается, расталкивая, и чмок икону. Оказывается, нужно всех растолкать, неважно кто-то. Мне нужно чмокнуть икону. Я уже не говорю поцеловать. Кто же так делает? Это что за безобразие? То же самое свечки. Проходит, толкая людей, что им нужно поставить свечу. И, кстати, даже и не знаете, что такое свеча. И что это означает? И зачем это ставится? А зачем? Что это? Свеча! Если мы хотим действительно поставить свечу, это символ, знак моей молитвы. Огонёк же горит, свеча! Это огонь! Значит, ты что? Ты должен как огонь молиться здесь. с каким вниманием, с каким благовением, вот мой символ, это свеча! Неужели Господу Богу свечи нужны? Как вы думаете? Он бедный? Или святой? Где же ему купить свечку? Правда? Мы ему поставили, угодили, не знаю как. избавили, Избави Богу, расталкивая людей, идти к этому подсвечнику или к иконе, мешая, отвлекая людей, не только отвлекая, может быть, от молитвы, а ещё навлекая, какое осуждение? Вы что толкаетесь? Вы что не видите? Вы что? И осуждение, и гнев. И от чего? От того, что я прошёл, поставил свечку. Вот тебе, Никола, свечка. Да. Очень Николе это нужно. Ну, правда же? Вы знаете, как много значит даже вот эта внешняя сторона поведения. Или обратите внимание, вот идёт литургия, обедня, так? Вот есть самый главный момент в литургии. Это так называемый евхаристический канон. И вот там поётся песнопение «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим и молимся, Боже наш!» В это время происходит самое важное таинство, самый важный момент литургии. Происходит так называемое приложение святых даров. Это самое-самое главное. Там, где есть дьякон, так он должен в это время громко-громко произнести, когда молитва произнесена, бывает совершена, громко произнеси трижды «Аминь! Аминь! Аминь!» То есть истина, истина, истина! Так земной поклон должны все делать, потому что отныне это не хлеб и вино, а это сам Христос, сошедший, соединяется с этим хлебом и вином. И, как писал святой святитель Григорий Палама, говорил, этот хлеб является только завесой божества Христа. Отныне только завеса, а Христос уже теперь отныне, которого причащается каждый человек, подходящий к чаше. Завеса! А это Христос! Поэтому представьте, вот сейчас бы явился Христос, неужели бы поклон не сделали? Ну, скажите, я не знаю, кто бы это только... Кто бы выдержал и не сделал земного поклона? Так вот, во время литургии вот, оказывается, что происходит. Христос является таинственной Евхаристией. Это явление Христа, с которым можем мы соединиться, если хотите, можем причаститься от Него. Причастник, то есть, тот, кто причастен к какому-то делу, причастен кому-то, чему-то. Так вот, здесь причащающийся самого Христа. Поэтому называют даже так, что тот, кто причащается, единотелесен, единокровен становится Христу. Христос во время литургии, оказывается, приходит к нам. И как важно, что? Поклон сделать в это время земной. Обратите внимание, все стоят как святые свечечки и не кивнут головой даже. Это мы, православные, даже такого не знаем. Что же это такое? Подумайте только. Вот у нас семинарии, не в академии, а в семинарии. Так там, когда вот теперь все рухают, все, да, все, земной поклон, все падают. замечательно просто. Сразу понятно, что произошло, где мы находимся, с кем отныне мы общаемся, с кем вот она наша встреча. Видите, в храме даже вот эти внешние вещи, внешние вещи и то, как они могут быть важны для человека. Когда я знаю, что в храме надо вести себя благоверенно, что нельзя разговаривать, уж нельзя бы торговать. Все эти торги из храма гнать надо, если можно. Да. Никаких разговоров, никаких хождений. Если хотим что-то приложиться к иконам, пожалуйста, придите до, пока нет ещё службы, пожалуйста, приложитесь к иконе. но нельзя во время службы расхаживать и ставить свечи или ходить по иконам, прикладываться. Не дело это. Ну, слушайте, неужели это непонятно? Если пригласили бы... Ну, вот раньше это было легко сказать, когда было царское время, пригласили вас в царские палаты. Ну, что, вас пригласили зачем-то, к чему-то? То есть, вот сейчас выйдет царь, вы что будете начать и ходить, разглядывать, а какие стены, какая живопись, какие ковры, да? Все стоят, ждут. Не правда ли? Благоговение, оно же должно быть. Это элементарная вещь. Без благоговения нет религии вообще. Нет религии. Если мы с Богом будем заполебраться, пришли в храм и нам море по колено, то какой же тут Бог? Никакого Бога у меня нет. Для меня нет тогда никакого Бога, если я в храме веду себя таким образом. Ну, вот видите, один из таких серьёзных законов духовной жизни, кстати, хочу вам сказать, что есть же законы духовной жизни, как вот законы материального мира. Есть же, и все изучают, и посмотрите, как прославляют тех людей, которые открыли эти законы. Законы Ньютона, о-о-о, законы Баскаля, о-о-о, законы Гейлиуса и так далее. Как кто только откроет, какой закон, его прославляют, о нём пишут. ему даёт Нобелевские премии. Какого закона этих? Материального мира, материя. А законы духовные, которые касаются нашей жизни, нашей непосредственной жизни и этой жизни, и относятся к вечной даже жизни, – есть они или нет? Да! И они ещё более непоколебимы, чем законы, законы материального мира. И вот один из этих законов очень важный, очень серьёзный. Это, так сказать, закон, я бы сказал, всех законов. Знаете, о чём он говорит? Что, оказывается, есть всё то, что совершает человек против совести, против заповеди, – всё это наказывает человека. Это духовный закон. Точно так же, как материальный. Знаем закон тяготения? Знаем! И по этой причине мы с пятого этажа не прыгаем, а ходим по лестнице. и с четвёртого не прыгаем, и с третьего, и со второго стараемся не прыгать, да и с первого тоже выходим всё-таки по ступенькам. Почему? Почему? Неужели непонятно, почему? Потому что прыгну, на худой конец сломаю руки, ноги, ребро, а то и голову сломлю. Высвечу, что делать закон-то? Нарушение закона к чему? Приводит. Разве Господь Бог наказывает того, кто прыгает с пятого этажа и ломает себе всё на свете? Ну, ну, какой же закон? Слышите? Нечего валить на Бога, когда ты прыгнул вместо того, чтобы пойти. Законы есть! Точно так же духовные законы есть! Посмотрите, как мы осторожно и не прыгаем с высоты! Боимся! Никому не хочется, конечно, поломать руки, ноги! Точно так же в гораздо большей степени даже существуют духовные законы! И вот, оказывается, вот я кого-то осудил и никто и не видел и никто не знает. Ну, соседке, конечно, я скажу своей самой, да, что вот там дрянь такая, нужно, я не знаю, что с ним сделать и так далее. Ну, хуже и на свете нет этого человека. Так, оказывается, вы знаете, оказывается, вот это моё злостное деяние, совершённое внутри меня, вы слышите? Это же духовный акт. Я ему ничего не сделал, тому человеку, которого я обругал и осудил. Внутри меня это произошло, это зло. Я себе вонзил такую занозу, только держись. Я страдаю, я себя наказываю. А посмотрите, как можно здорово наказать. Например, завистью обратить внимание. Он даже не знает, что я ему завидую. А я весь зеленею. К врачам иду, что у меня с сердцем плохо. А чего же это у вас плохо с сердцем-то? Но врачам мы не говорим об этом. А на самом деле, посмотрите, что происходит человек, когда он в зломе, в гневе, в ярости, в зависти, даже физические врачи и то говорят, будьте поспокойнее, а то у вас инфаркт случится или ещё что-нибудь. Оказывается, все вот эти, даже чисто душевного порядка вещи, которые называются в христианстве грехом, наказывают человека. Не Бог только. я почему всё время... Вы слышите, что я всё время говорю? Не Бог же наказывает пьяницу, что у неё цирроз печени. Ну, неужели мы не понимаем? Неужели Бог его наказывает? Да? Ну, зачем же это мы придумали? Прыгнул, видите, с пятого этажа и поломал себя руки, ноги и разбился. Ах, как Бог наказал! Да, Бог, действительно. Зачем? Что это мы выделываем и валим на Бога? Оказывается, существует духовный закон, по которому каждое деяние, которое противоречит нашей совести – совесть – это голос Божий, кстати – нашей совести противоречит тем заповедям, которые действительно Господь дал в Евангелии, так всё это являет нарушением духовного закона, и поэтому по закону этому мы наказываемся. Не правда ли как важно это знать? Поэтому Господь сказал – не судите, да не судимы будете. Относитесь к каждому человеку так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Вы хотите, чтобы вас осуждали? Ну-ка, кто интересный хочет? Никто не хочет! Удивительно! А что мы делаем всех снизу доверху клянём и осуждаем? Что делаем? Только подумайте! И оказывается, чем человек злее, тем больше он осуждает. Из источника, как говорит Христос, вытекает из горького источника, и вода вытекает горькая. Из сладкого источника вытекает и вода сладкая. И каждый человек из сокровища своего сердца выносит, как доброе, так и злое. И не просто выносит, но надо запомнить, что каждое моё деяние, мысль моя, вы подумайте даже, моя мысль, мой несчастный язык, когда он творит злое, говорю я, мыслю я, себя я наказываю прежде всего. Ну, представляете, я завидую кому-то, ну, а он и знать об этом не знает. Он себя наслаждается где-нибудь такой, так, а я весь тут сижу и зеленею от зависти. Кто страдает? Кто страдает? Я страдаю. А посмотрите, как тщеславный страдает человек. Ну, пока его хвалят, ладно, рот до ушей. А вдруг его обругали? Он-то рассчитывал на что? На похвалу? Всё. А его обругали. И что-то не умеет оказывать, неумеха. дурак, неспособный. Посмотрите, какая трагедия для человека. Он рассчитывал на похвалу, а здесь оказывается наоборот. Кто страдает? От тщеславия. Опять тщеславный страдает. И так оказывается, вот то, что называется страсти, страсть, страсть – это слово страдать, от слова страдать, страсть. Избави Бог их, вы знаете, в себе культивировать. Каждая из них, она только мучает человека. А вы посмотрите, когда кто-то кого-то возненавидит, в каком он находит состоянии? Как эта злоба мучает его? Он не находит в себе покоя. теперь поняли, почему Христос дал заповеди. Что такое заповеди? Заповеди – это правильная жизнь. Это правильная жизнь. Я с какого-то этажа по ступенькам спущусь на лифте, но не буду прыгать. То есть заповеди – это есть предупреждение, слышите, предупреждение Бога о том, чтобы человек не вредил себе и больше ничего. Не вреди себе – вот что такое заповедь. Вот если так сделаешь, ты повредишь себе – не делай, пожалуйста. Вот оказывается, что о чём говорят заповеди Божьи. Вот видите, какой существует общий закон духовный, который чрезвычайно важно помнить. Ибо все мы хотим себе добра хотим. Ну, правда же? Ну, кто себе хочет зла? Кто хочет зла себе? Никто. Да? Ты хочешь себе добра? Ну, не злись. Не осуждай. Не завидуй. И так далее. Это очень важно знать в своей личной жизни. Поскольку заповеди Божьи, оказывается, это не приказы Божьи. Это не то, если ты нарушишь, то тебя Он накажет. Нет, нет, не Бог накажет за то, что ты осуждаешь, за то, что ты злобишься, за то, что завидуешь, за то, что ненавидишь. Не Бог тебя накажет. Бог есть любовь, и Он никого не накажет. Но есть духовные законы, по которым ты сам, сам себя калечишь. Вот, оказывается, что такое заповеди и каков духовный закон, который гласит всем нам. Мы должны это знать. Я говорил об этом. Почему в этом этом? Потому что не объявили никакой темы. Я просто так подумал, что мы должны с вами, наверное, в качестве, так сказать, начала встречи поговорить о некоторых, но таких важных, полезных вещах. Ну, а главное-то я слышал другое, что у вас какие-то есть страшные вопросы, на которые ещё никогда не мог ответить. И вот пригласили меня, сказали, не ответит ли он на эти вопросы? Ну, не знаю. Не знаю. Потому что мне однажды задали вопрос, знаете, какой? А сколько раков вводится в созвездии раков? И я провалился, вы знаете, да. Никак не ожидал такого вопроса. Ну, правда же, сложный? Вот так. Вы предупреждали об отрицательной стороне нахождения на пиросе. Серьёзно? Сам всю жизнь пел. Всю жизнь пел, да. Расскажите, пожалуйста, о положительной стороне. Дайте советы тем, кого туда уже занесло. Ну, занесло-то уж слишком уже так. Можно и помягче же. Да. Тут дело вот в чём. Что когда человек на клиросе и поёт, и читает, ему некогда молиться. Да ещё, если смотря, какой реген попадётся. У меня был друг реген. Все дрожали перед ним. Только я его в порошок стирал только. Вот так. Единственное, кто мог. Правда, стереть не мог, потому что он в раз вот такая махина. И он грозился меня засыпать этим порошком. Поэтому я не стёр его так. Но вся суть в чём? Действительно, на клиросе, да, там не помолишься. Особенно если нотное пение, и вообще нужно с вниманием всё-таки. Нельзя же просто так. Да. то здесь уже не до молитвы. Здесь дай Бог только вот всё спеть. Это одно. Потом ещё так. Я пою, это я занимаюсь делом. Вдруг пауза. И что вы думаете, я делаю во время паузы? Ну, всё это время отдыха. Можно и поболтать. То есть уже так. Уже я пришёл, оказывается, не в храм, чтобы помолиться. Ну, ладно. Пою на клиросе? Ну, ладно. Господи, помилуй, пою, хоть постараюсь с вниманием. Нет. Я уже работаю. Я пропел херувимскую и можно поболтать до милосемиры там. А там пока левый хор там поёт что-то. И вот превращается эта беда. И уже участие в хоре совершенно выключает меня, исключает меня. знаете, откуда? Из храма. Я уже не молящийся. Уже нет. Я работающий. И больше ничего. Вот в этом опасность большая. Что положительное, скажу вам? Ну, положительное, может быть, для человека, который вообще ещё ничего не знает, что там такое молиться или как. Ну, вот пришёл, ему нравится петь. Может быть, ну, что же. Я думаю, что для этого человека какое-то приобщение к церкви происходит. Во-первых, церковная музыка, она принципиально отличается, особенно от современных этих всяких, знаете, штучек, которые мы можем слышать и видеть. Всё-таки церковная, она как-то умиротворяет человека. Она настраивает душу на иной лад. В светской там сейчас что-то делает? Только дрыгают. Не поют, а дрыгают. Руками, ногами, головой всем на свете. Как ненормальный. Вообще, вы же слышите? Прямо сводит с ума. Это просто специальное идёт дело. Это специальное. Вот этого не знают, а на самом деле буквально сводит с ума. Я не знаю, вот вы читали или нет, что подчас происходит после этих таких рок-концертов, тяжёлый рок, когда выходят, начинают громить лавки, бить стёкла, переворачивать машины. Почему? А потому что с ума сводит человека. Буквально. Музыка, она помимо мыслей, помимо идей, уже может или присозидать человека или разрушать его требезги. А посмотрите, вот солнце, слабый солнечный луч. Возьмите увеличительное стекло, и вы можете с помощью его соединить, так, зажечь, даже бумажку можете зажечь, купу. Возьмёте, наведёте, соединяете, концентрируете, и напротив, рассеянным светом ничего не сделаете. Так вот, для некоторых людей, которые ещё пока пока ещё и не знают, может быть, даже, что такое молиться, просто не знают ничего об этом, ну, хотят, может быть, пение, для них уже это. Или же, конечно, для человека, который хочет молиться, клирос может служить свой род тренировкой. Когда я то и дело себя ловлю на чём, опять я улетел, ведь поём же, Господи, помилуй, ловлю себя. То есть, происходит упражнение, внимание в молитве. Вот тогда, да, тогда для человека этот клирос становится чем? Знаете, средством, как спортзал. Как спортзал. Как там тренирует себя, так и здесь я тренирую своё внимание, чтобы не потерять, сохраниться. Я же в храме, я пою какие слова священные, молитвенные. Вот. И здесь человек может, если хотите, что упражняться, тренироваться, в чём? Собирая своё внимание вновь и вновь для молитвы. В таком случае, пожалуйста, конечно, тогда, тогда хор или пение в хоре может быть и помощью человеку в его духовной жизни. Но я боюсь другого, противоположного. Когда пение ради пения, ради пения, какой там литургии, неважно, что. Я однажды это своего друга так и так и поздравил. Я говорю, благодарю тебя! И хор тут стоит всё. Хотя я сам часто к нему ходил так. Приглашал меня. Да. Благодарю тебя за великолепный рок-концерт под названием Божественная Литургия. Представляете, такое может быть, когда пение ради пения, а за выли, что пение должно быть помощью людям в молитве. Помочь людям молиться пение должно быть храмовое. Когда оно помогает, достигает своей цели. Если оно отвлекает, развлекает, тогда становится своей противоположностью. Когда говорит, например, вы услышите, я сегодня иду на всенышную Рахманинова. Он не на всенышную идёт, а на Рахманинова оказывается идёт. Это великолепно звучит. Вот так. И второй вопрос по этой теме. Какое пение для вас наиболее благозвучное? Ну, можно сказать, обиходное. Для нашего времени может быть, обиходное пение это наиболее подходящее. А как к знаменам вы относитесь? Знамены хорошие пения. Это хорошее, но уже люди настолько отвыкли, что надо к нему приучать. И потом оно хорошо, только когда оно без этой, знаете ли, так называемой фита. когда слог тянется, и вот такое. И вы делаете, и, боже мой, я не знаю. Потому что и знаменное пение, оно тоже разное. Есть именно стержанное. Вообще, я вам скажу, что раньше не было пения. Это было пение речитатив. Поэтому никаких концертов, ничего и быть даже не могло. Да, какие концерты в храме? Что за чушь такая? Концерт в храме. Так, это был своему роду речитатив. Но потом нас соблазнило вот это западное пение. Там уже давно, как католики отделились, как они впали в это, в ересь. Так начали превращать храмы в концерты, икону в портреты. Вы знаете, что к 13 веку, к 13 веку уже, говорят специалисты, уже в католичестве икона перестала быть. А что же стало? Портреты. Рисует какую-нибудь графиню и подписывает Мадонна. с ней пишут портретные. Ну, возьмите, вот одно из, я бы сказал, замечательных произведений западной живописи Рафаэля Секстинской Мадонны. Видели вы или нет? Это действительно замечательные художественные произведения. Но вы никогда не сможете перед ней молиться, глядя на неё. Это не икона. Хотя изображена Божья Матерь с младенцем, но не икона. Вы сразу это увидите. Это красивая женщина с ребёнком. Просто великолепная. Но не совсем не икона. Так вот, и в пении то же самое. А вот то, что назвали знаменной пении, это ещё пение то, когда никакой концертности не было. это пение полуречитатив, который весь был направлен на то, чтобы слова молитвы всем были понятны, всем звучали, и не только звучали, но и проникали в самую душу. Аминь.